...по этому поводу ток-шоу. Сейчас, дорогие женщины, мама вам не покажет, а вы посмотрите. Здравствуйте, дорогие зрительницы! Сегодня вы смотрите ток-шоу, в котором женщины выбирают понравившихся и мужчин. Если кто-то из мужчин понравится вам, звоните нам в студию по номеру 39 31 70. Теперь наш сегодняшний ход — Сидошкин Дмитрий Юрьевич. 22 года, программист с компьютерами и фонариками. Садитесь в минуту. А, так, смотря сюда, на, смотря сюда. Столько вы только всплакочили. Ах, ну, я вчера у матери мазки вымыл, потом вставил, а начинали 9 с топа. Ну, материнский клапан, процессор вынул, вставил новое, начала и вкарела. Ещё у меня мышь стопа, да, да. Мышь? Вы так больше не шутите. Расскажите, с какой женщиной вы бы хотели познакомиться? Ну, у меня типа всё равно. Надо, чтобы компьютеры хорошо развивались. Типа на Паскале программчик писала, виду ненавидела. Ну, и чтобы, знаете, фигура такая у неё была. Ну, типа, как в игре такой, знаете, скрипотка, да? Ну, допустим, на... А, ну, вот знаете, там, в конце такая картинка, офигенный, хейджер такая, влезает, да. Ну, да, что-то в этом роде, только я без компьютера играла. Ну, типа, как это, без компьютера? Это очень странный вопрос. Расскажите, Дмитрий, сейчас у вас интересную подробность скажу. Да. А вы с собой тоже в постель компьютер берёте? Ну, типа, зачем в постель? Я в моём не сплю. Я в ноги на монитор голову на клавиатуру, типа, круто, очень много, да. Вы меня не поняли. Вот привели вы к себе в гости девушку. Остались с ней в твоём квартире. Что вы ночью с ней делать будете? Ну, ну, первым делом пойдём сесть из моей комнаты в её. Да. Это что-то неординарное. Ну, нет, ну, типа, зачем яординарную? Ну, просто такое, обычное, на десять векамики и всё такое. Ну, главное, чтоб компьютер соединить. Потом до полу ночи будем гулять по интернету, ну, и потом, эх, дум. Ну, слава богу, хоть после полу ночи дум-дум. В смысле дум-дум? И дум-дум, а у него просто дум. Ну, я не знаю, как у вас это называется, а у нас раньше это называлось дум-дум. А, дум-дум. А, дум-дум. А, Дима, чё это такое? Новые уровни? Как нам проходить? Чё в конце прыгать? Дети, да, в конце появляются. А, дети. А как взвалить там? Из грандомёта или альмёта? Я поняла, Дмитрий, что мы говорим с вами совершенно о разных вещах. Но, женщины, дорогие, если вам понравился Дмитрий, и вы готовы объяснить ему, откуда появляются дети, но только прошу, более-менее знаешь, что компьютеры нас не беспокоят. Спасибо. А у нас тут и новый гость. Олег Харитонович Буйко, тренер сборной медведского по боксу. Здравствуйте. Олег Харитонович, 43 года, из них 23, россиянный день. Олег Харитонович, а чем вы занимаетесь в основное время? Ну, в основном проезжал на юге. Ну, естественно, расскажите нашим зрительницам о тебе. Зрительницам и зрительницам? Да. Да, как мне? Кричай, что ли? Зрительница наша здесь, а телевизорница там, у своих телевизоров. Да, конечно, я не могу. О, Боря, ну тогда такой вопрос в блок. Блок? Что такое? Ну, пойдём вот в блок. Ну, вы знаете? Это такое выражение. Да скажите, Олег Харитонович, О чём с вами можно ещё поговорить? Ну, я думаю, что, скорее всего, о боксе. Вот о боксе нам не надо. Скажите, какой бы вы хотели найти себе партнёршу? Вы знаете, я бы хотел себе найти такую партнёршу, ну, в среднем весе, подвижную, техничную. Олег Харитонович, вам же нам нужна реманча для битья. Вы знаете, вы мне не это, вы мне не то, я вам не предок. Всё ясно с вами. Олег Харитонович, вот скажите, наверняка нашим зрительницам интересует такой вопрос. А если жена с вами в чём-то не согласится, вы её тоже бить будете? Да, спасибо Богу, что вы. Ну и сладко. Да? А так и мы не согласились. Ну вы, ну... Да. Особенно груши. Олег Харитонович, скажите, может быть нам больше с вами не с чем разговаривать? Стоп, подожди, у меня же есть что сказать-то ещё. У меня тут вопрос. Записывайте. Нет. Полтой. Теперь мне дать вам вопрос. А почему нас, ветераны спорта, воспринимают то ли узко, ограничивая право восприятия теорапиями общественных социальных шаблонов. Резидность общественного мнения перманентна, настолько, что индивидуальный континул внутреннего мира спортсмены оказывает это все цело додушёвано. Децепт на виду, оптический обман. О боже, я дорожена. Женщины, приглядитесь и задумайтесь. Это ещё не всё, я прищён говорю. Там есть ещё раз. Образ жизни, или по отмене, в моду сливенти, спортсмена, является определяющим фактором его высокого духовного содержания, оставляя время для лечения философии, психологии, литературы, музыки, живописи. Горько, что в наше время, духовное содержание спортсмена остаётся невостребованным. Дихий. Что? Ну, дихий, это не хозь, это локтей, типа натурик. На локтей это написано. Ну, это перед тем, как сюда я шёл, а согласник бывший, скажем, у хозья, написал, что я должен быть выдаврить, а не выдаврю, он в месяц, ну чего, а что, это не так, что? Хорошо, всё так. Скажите, а огород пускать женщине? Что это? Запасно. Отлично. Дорогие женщины, если вам нужна машинка для вскапывания огорода, звоните нам в студию прямо сейчас. А я напоминаю, дорогие зрители, что вы смотрите женское шоу, в котором вы можете выбрать понравившихся вам мужчин, то звоните нам в студию по номеру 39-31-70. А следующий наш хозь – Гуратенко Семён Карлович. Тридцать лет, холост, образование высшее, встречается. Тридцать. АПЛОДИСМЕНТЫ Тридцать. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Расскажите, какой он все тут заканчивали? Пс-с-с-с! Тридцать. АПЛОДИСМЕНТЫ Чего? Вы повод с женщиной, не выпустили такого сможет. Это такая редкость, когда мужчина на кухне. АПЛОДИСМЕНТЫ дегустации заперлись и кастрюли пустые я не погострою, а я пиво дегустирую ну если у вас выложите этого 5 лет учиться ну и 5, ну 6 лет и плюс полгода практика ну у вас в школе из 5 класса таких дегустаторов хватало так скажите, а какой у вас хобби? хобби у меня три Христен, Ханекен и Рохнерол вы называете Рохнерол? не, Рохнерол это пиво, так называется ну и все дорогие женщины, задумайтесь хорошо, вернемся а какая у вас зарплата, мне сказали что? зарплата моя очень простая все, что задегустирует в семье и как же это понимать? вот так и понимать мужики на заводе трудятся, трудятся, зарабатывают деньги, а потом и пропивают А у меня зарплата, ну, так, знаете, как это слово, про то, скажите, с видео, и много будет отработать. С утра и до этого, по хому я буду спускать. А на выходные вы отдыхаете? Ну, выходные, нет, нет, я на выходные я с утра нахожу. Ну, понимаете, мне скучно одному, я человек одинок, и вообще я ромой. Да, вот так, идешь, понимаешь, по улицам, природа, погода, а словечки перенкинуться-то не с кем, а вообще телешка тяжеленькая. Ну, понятно, цена вам где-то гибалась. Ну, вот такой он еще и ухай пошел. Да на себя сначала посмотри. Спасибо вам. До свидания. Дорогие женщины, если здесь среди вас есть одинокая и густадоша, и вам тяжело одно и сожгать телешки с утра, то звоните нам в труде по номеру 39. Ваш телекон все равно пока отключен. А у нас в следующий год. Билл профессор Кирилл Тарантинович. Встречайте. Добрый вечер, ребята. Читовы все здесь сегодня собрались. 23 года переводчик видеофильма. Послушай, я перевел этих фильмов тысячи вот этими вот руками. Тарантинович, скажите, а почему у вас такой интересный голос? Ты хочешь, чтобы я тебе об этом рассказал? Так я тебе об этом расскажу. Когда я был маленьким с безбольным фитусом, у меня были проблемы с глазами. И моя мать поднимали меня к ГДО, чтобы вырезал эти чертоные глаза. И знаешь, что этот тупоголовый идет сделать? Да уж, знаешь, ты подумаешь. Он вставил мне туда аппендицит. И теперь у меня проблемы. И с глазами, и с голосом, и с аппендицитом. Чертый квадрат президента. Причем ты президент? А при том, я республиканец. Но ведь у нас нет партии республикантов. А я за союз советских социалистических республик. И если со мной кто-то не согласится, я пущу ему пулю в честь. Ух, как? Да. Ну ладно, дорогие женщины, задумайте. Хорошо, Кирилл, скажите, а вы с женщинами такой же группы? Ведь женщины любят ласку. Детка, я знаю о ласке все. Я перевел более сотни теоретических фильмов. Послушай, красотка, пойдем с тобой проведем эту женщину в баре. Твои глаза, как сыр в диване, твое нежное тело, как два кусочка сыра. Вот что, как отстегивается эта застегка. Да, дешевый слух. Это какие ваши любимые фильмы? Парисовский из Берли-Хиллз, памятник из Техаса, строя из Калифорнии, и роды я из Зоаура. Ну, еще бы трое из простоквашина и паровозик из ромашков рассказал. А книги? Я книг не читал. Парщик? Ну, разве что, в детстве, знаете, моя любимая книга была «Старута из Дергеи», страница 25-я, строка 17-я, сейчас я его не зачитаю. Нет, спасибо, не надо. Ну, я всегда ее читаю, когда мне плохо. Спасибо, Кирилл. Скажите лучше, с какой женщиной вы бы хотели познакомиться? Ну, слушать, это не имеет значения, правда, что она была похожа на Берли-Мур, Химбетлин, совершенно Таур-Мур или Краин-Пучина, а только Швадзе-Мур. А, ну, Швадзе-Мур, это не женщина. Эм, что? Не женщина. Как же, отчет, что-то я об этом не подумал. Но он актер, но хороший актер. Хорошо, но как быть тем женщинам, которые не похожи на известных актеров? Эм, ну, я, пожалуй, заберу им сдаст. Вот так, ну, хорошо. Цена вашего свидания будет составлять 5 долларов. И, когда вы захотите, что от этого мы считаем? Что, сколько долларов ты сказала? Ну, хорошо, дети. Так, стоять, никому не двигаться. Так, так, оператор, снимай. Я вам сказал, снимай. Ты стоять, а то я несу тебе твою башню. Говорите чаще, не 5. Не 5 долларов. И не 10. И не 10 долларов. А 20. 20 долларов. 20 тысяч долларов. Шемодом кокаина и самолет в Амстердам. Пожар. 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 Ого! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Здравствуйте! Рассказывай, в каком ЖЭКе работаете, какая зарплата, какое хобби у Вас? Ну, работаю я же, конечно, не в ЖЭКе, я ведь не зря окончил три института газовой и юридически-экономической. Ну, надо же, а почему тогда с газовщиком работаете? Ну, с газовщиком, а тем, что в Газпроме, администратором главминистра газовой промышленности России. Ого! А зарплата у Вас тоже не по-сего? Ну, знаете, я Вам по зарплату потом расскажу, нам не принято так в интервью говорить, чтобы, ну, народ не волновать зря. Милые женщины, задумайтесь, такой мужчина всем нужен. И если он Вам понравится, то звоните по нашему номеру 399-170, которого доставят Вам его не побритым, ухоженным и вкуснопахнущим. А, знаете, а хобби? Ну, я играю на рояле, сочиняю стихи, пишу маслом. Маслом или поливочным? Ну, здесь на художественном маслом, в картину. У меня даже выставки были. Ну, простите меня, Лев, за мою негампленность и неуместный юмор. Просто у нас тут бывают только одни женщины, домохозяйцы. Такими людьми-то были, мы резко встречаем. Ничего, ничего, я не обижаюсь. Ну, это был же, ну, ходите по себе. Ну, Вы же понимаете, ну, не просто любую. На, чтоб хотя бы два высших образования, чтобы всем языком знал иностранный. Чтобы хозяинку была хорошая. Знаете, я и сам хозяин хороший. Ну, надо же. Готовлю вкуснее, чем Макаревич. Знаете, дружок, но я его в детственной гитаре учил играть. Женщины задумаетесь. Хорошо, а у Вас есть где жизнь? Конечно, есть. Знаете, у Вас два высотных здания стоят около завода Баранова. По второму, вот, во второе здание. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый этаж – это мои планеты. И как же Вы такой драгоценный и для чего не жена? Вы, наверное, очень передивчивы были женой? Ну, не так уж передивчив, в принципе. Ну, просто не каждая согласна быть моей женой. Вот, допустим, одной мне нравится, что я по ночам люблю на скрипке поиграть. Ох. Другая говорит, не могу жить в роскоши, когда страна голодает. А я что, я и так каждый месяц по десять тысяч в детские дома отдаю. А если настроение хорошее, то и двадцать не жалко, в принципе. Да. Третье не нравится, что я не пью. А Вы ещё не пьёте? Конечно, но только что, если в праздник «Рюмочку французского вина» есть свои, в этой лекции. Знаете, я к себе очень строго. Ах. Вот. Ну, четвёртую мне устраивало то, что я герой войны. Вы же герой. Дальше Вы по-режему. Великая Отечественная война, понятное дело. Подождите, так вам же всего 37 лет. Вот смотрите, ваша анкета. Неборезников, Лев Епипанович, 37 лет. Свердочит, хобби, сочинения не были. Ах, боже, сочинения не были. Понятно, в чем дело, дорогие женщины. Не повезло вам сегодня. Но если вам все-таки понравился этот мужчина, то вы с ним никогда не поскучитесь. Звоните нам. И скучать вам никогда не будет. Не придется.